Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом налогообложения салона красоты. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривалась ситуация, когда индивидуальный предприниматель оказывал парикмахерские и косметические услуги. И одновременно с этим осуществлял торговлю сопутствующими товарами. И возник вопрос, можно ли в такой ситуации применять патентную систему налогообложения. Так вот, рассматривая данный вопрос, Минфин прежде всего обратился к содержанию статьи 346.43 Налогового кодекса, в которой перечислены виды деятельности, по которым можно применять патентную систему налогообложения. И Минфин обращает внимание, что действительно в отдельном пункте указывается на возможность применения патента к парикмахерским и косметическим услугам. Но вместе с тем, Минфин обращает внимание на то, что деятельность, связанная с розничной торговлей, она предусмотрена данной статьей, но в другом пункте. И, исходя из этого, Минфин приходит к выводу о том, что нельзя в отношении деятельности по парикмахерским и косметическим услугам, а также торговле сопутствующими товарами, в отношении них применять один патент. В данном случае предприниматель либо должен получить два патента на данные виды деятельности, ну то есть один патент на парикмахерскую и косметическую деятельность, а другой на торговлю. Либо по торговой деятельности он может применять иной режим налогообложения. Ну почему об этом сказал Минфин? Дело в том, что патент по розничной торговле, он применяется при соблюдении определенных условий. Например, в том случае, если торговый зал не превышает 50 квадратных метров. Поэтому салонам красоты и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют такого рода деятельность в салонах красоты, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина в целях правильного определения своих налоговых обязательств по патентной системе. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До встречи.